Рейды в Destiny всегда занимали особое место в жизни игроков. Кто-то формил их сутками напролёт и вообще ничего другого видеть не хотел в игре, кто-то наоборот избегал их из-за большой сложности. А многие до сих пор ни разу не были ни в одном рейде, что на самом деле огромное упущение для вас, друзья. Рейды в Destiny предлагают сложные испытания здорового человека. Тяжесть их прохождения не строится просто на том, что мобы сильнее бьют и медленнее умирают. Она достигается построением комплекса механик и задач, так что без сыгранной команды пройти некоторые этапы просто становится тяжелейшим вызовом. За всё время существования двух частей Destiny было создано 12 рейдов. В первой части их было всего 4, во второй студия стала добавлять их куда чаще, что несомненно сказалось на качестве. А в следующем сезоне и вовсе один из оригинальных рейдов будет переработан и возвращен в Destiny 2. Что из этой затеи получится, узнаем лишь летом. С друзьями в игре мы частенько спорим о том, какой рейд круче, где сложнее этапы, где круче награда и интереснее история. И я подумал, эй, а почему бы не обсудить это на канале в отдельном ролике? Так что да, вот шаблон, по которому я буду это всё мерить. Всего будет 6 уровней или тиров. Схема довольно популярная. S-тир это вышка. Сюда попадут те рейды, которые я считаю не просто отличными, а лучшими. Те, в которых идеально всё. От истории и локаций, до сложности этапов и ценности наград. A-тир, немногим ниже. Это также отличные рейды, в которых игроки могли изучить новые механики, проникнуться атмосферой и заработать оружие и броню, которая будет особенным и незаменимым. B-тир, это уже, считайте, середина списка. Тут могут быть хорошие рейды, которые понравились мне по своей атмосфере или по механике, но которым не хватило или сложностей задач, или награды из них не столь запомнились. C-тир это те рейды, которые балансируют на грани. Я не могу их назвать ни плохими, ни хорошими. В них могут быть хорошие механики, но всё остальное будет ужасным. Или наоборот, они будут очень атмосферными, но как испытания, совершенно пустыми. D-тир это откровенно плохие рейды, которые запомнились мне только чувством разочарования. Ну а E-тир это будут рейды, которые лучше бы не появлялись в игре. Истории, о которых никто не спрашивал, но которые нам рассказали. Итак, вот таблица, а вот список рейдов. Начнём. Рейд Vault of Glass появился в игре первым из всех рейдов. Именно на нём я и тысячи других игроков узнавали, что такое командная работа в Destiny. Исследовать подземелья Венеры было невероятно увлекательно. Первые впечатления всегда врезаются в память надолго. И именно поэтому Vogue остаётся до сих пор для многих игроков любимейшим рейдом. На нём были представлены механики, которые не повторялись нигде в игре. На нём были награды, за которыми ходили десятками заходов. И вот скоро этот культовый рейд оживят и вернут во вторую часть игры. Куда же я определю этот рейд, который фактически изменил подход к Destiny, который научил нас играть иначе? В A-тир. В нём было всё абсолютно идеально. Казалось, что превзойти этот рейд уже не смогут. Однако, в сегодняшнем списке всё же будет рейд, который, по моему мнению, оказался ещё более мощным. Второй же рейд, который вышел в игре, Кротос Энд, стал завершением сюжетного повествования дополнения Dark Below, в котором мы познакомились с тёмной магией Улья, узнали о том, какую угрозу она в себе таит и встретили Эрис Морн, которая рассказала нам трагичную историю своей боевой группы, что погибла от рук Кроты, сына короля Орикса. Рейд Крото на контрасте слишком отличался от первого рейда Vault of Glass. У него было всего 4 этапа, не было новых механик, а время прохождения всего рейда очень скоро стало занимать полчаса или меньше, что, конечно, нравилось далеко не всем. Однако, это хороший такой рейд для первого впечатления, в который водили много новичков, и он всё равно оказался важным для истории игры. Именно он подвёл историю игроков к глобальной войне с Ульем, если можно так сказать. Он стал началом нашего прозвища Убийца Богов. И именно из-за убийства Кроты, спустя год, мы встретили его отца, короля Орикса, лицом к лицу на рейде Kingsfall. Поэтому я боялся недооценить этот рейд и принял спорное решение определить его в Б-тир. Спустя год, как я и сказал, вышел рейд Kingsfall. Огромный во всех смыслах рейд. Шесть этапов, не считая прыжков и загадок. Сложнейшие механики, которые не повторялись ни на самом рейде, ни вне его. Величественные залы, мощные противники, боже, да в нём всё просто давлело над игроком. Говоря о том, что мы зашли на чужую территорию и нам тут не рады. А появление самого короля в финале рейда, пожалуй, самый эффектный момент за несколько лет игры в Destiny. Даже сейчас, когда я монтирую видео, у меня мурашки по коже. Кроме всего этого, рейд подарил игрокам массу невероятного оружия, экзотическую винтовку Touch of Malice. А в секретных лазах рейда, спустя почти полгода после релиза, находили новые комнаты, которые давали понять, что Kingsfall мог оказаться ещё более комплексным и сложным. Да иван у этого рейда с моей командой запомнился мне ещё на долгие годы. Не спать сутки, стримить, превозмогать. Это тогда для меня стало новым опытом. Абсолютно точно, Kingsfall мой любимый рейд во вселенной Destiny. И абсолютно точно, это S-тир в сегодняшней таблице. Наверное, о нём я бы даже записал отдельный ролик. Ну а последним рейдом для оригинальной Destiny стал Rise of the Machine, который, как финальный аккорд истории, запомнился игрокам очень и очень надолго. Механики рейда вновь встряхнули даже самых опытных игроков, заставив попотеть на каждом этапе. Облик локации менялся от какого-то постапокалиптического ужаса и руин до высокотехнологичных гигантских компьютеров под управлением Сива. Коридоры, подземелья, падения с огромной высоты на гигантском танке. Не рейд, а настоящий блокбастер. А потом ещё и квест на Outbreak Prime, который заставлял игроков вспомнить или выучить, что такое двоичная система и буквально проходить рейд с открытым калькулятором в руках. Невероятно, я до сих пор считаю это лучшим квестом. А сейчас в игре было бы просто невозможно повторить что-то подобное. Да уж, что говорить, я до сих пор не получил все награды того рейда, хоть и мы ходим в него уже почти, можно сказать, каждый месяц или каждые два. Короче, это определённо топ A-тир. И на этом мы разобрались с рейдами из первой части. И далее перейдём к сиквелу. Думаю, большая часть смотрящих это видео как раз лучше разбирается именно в этих рейдах. Итак, первый — Левиафан. Огромный кусок золота, дрейфующий в космосе, который подарил нам целую олимпиаду из испытаний на угоду Императору. Но, признаться честно, именно на старте этого рейда я осознал, насколько велика разница в стиле Destiny 2 и Destiny 1. Все эти яркие краски тогда скорее вгоняли в тоску, а некоторые испытания и этапы оказались предельно простыми. Однако это было началом ещё одного большого пути. И теперь, когда рейд более недоступен в игре, иногда даже кто-то скучает по нему. Да и я раз в год был бы не прочь пострелять по кнопкам и покричать знаменитые калауты про топоры и чашу. Но, увы. Этот рейд я определю в C-тир. Не могу назвать его хорошим, но и плохого в нём не так много, чтобы пускать совсем вниз. Просто от него лично для меня ничего не осталось. Ни хорошего лута, ни особых приятных воспоминаний. С Левиафаном Банжи попробовали развивать систему рейд-логова, целью которой была возможность добавления небольших рейдов, которых бы не приходилось ждать год и которые выпускались бы чаще. Первым из таких логов оказался Пожиратель Миров. Самый короткий рейд в истории игры. Прыжки по платформам, прыжки между камней, сражения с боссом. Очень интересно, да. Хотя, без шуток, сам боссфайт мне понравился. Аргас впечатлял своим размером, на фоне этого палящего света очень круто смотрелось. Но, боже, награды кошмарные, опыт нулевой, новых механик нет. Странное решение. Тогда, по-моему, все сказали, что идея с рейд-логовом это ерунда. Но, было уже поздно. Следующий рейд в таком формате уже был в разработке, так что его выход был неминуем. Пожиратель Миров я не опускаю в самый низ, только потому что боссфайт энкаунтер мне лично понравился. И он бы хорошо смотрелся на финале любого другого нормального большого рейда. А вот второе логово, звездный шпиль, это безоговорочный И. Самое дно сегодняшней таблицы. Нет новых наград, растянутая за счет прыжков продолжительность рейда, которая больше напоминала налет. И несоизмеримая этому всему сложность финального этапа. До сих пор у меня впечатление, что в логово засунули те этапы рейдов, которые некогда разрабатывались для нормальных испытаний, но потом вырезали по разным причинам. А тут вот как все, удобно, пригодилось. После такого кошмара Destiny 2 был необходим рейд, который бы смог показать всем, что есть еще порох в пороховницах. И вместе с релизом Отвергнутые в игре появилось последнее желание. Уникальнейший рейд с невероятной историей. Поверить в то, что игроки могли встретить настоящую Ахамкару, я отказывался в это верить, пока сам не оказался на финальном этапе. Кстати, этапов этих вновь стало много. Пять, не считая прыжков и прохода с сердцем. Награды тут были очень крутыми, сет брони до сих пор один из красивейших для любого класса. Ну а мемы с редко выпадающей тысячей голосов будут актуальны, наверное, всегда, даже после повышения дропа. Кроме этого, тогда ввели крутую фишку, когда после первого в мире закрытого рейда, мир игры менялся и в нем появлялись новые возможности. Для города грез это стало мощным открытием. Даже теперь, когда прошло более двух лет с момента выхода рейда, мы продолжаем ходить в него и восхищаться его красотой. Абсолютно на уровне рейдов из первой части. Так что, эй, тир. Ну а дальше был Истребители Прошлого, в финале которого вновь прозвучало... А чё, всё что ли? Короткий рейд, хоть и с несколькими яркими моментами, например, гонками на сперру. Главное, чем запомнился нам этот рейд, это экзотик Анархия, который до сих пор является одним из лучших экзотов в игре. А вот в остальном, незавидная судьба у рейда. Сейчас в него также уже не поиграть, но я не могу сказать, что скучаю. Рейд был настолько простым, что его финального босса в этом году просто реюзнули и превратили в обычных мопцов на публичном мероприятии. Пускай соседствует с Пожирателем Миров в Д-Тире. За Анархию спасибо, но не более. Следующий рейд Корона Скорби. Также не мог похвастаться продолжительностью этот рейд, однако он гораздо плотнее был завязан на командной работе, на слаженном движении игроков и запомнился своей мрачной атмосферой, которой даже тогда в Destiny 2 всё ещё было мало и которой многим игрокам не хватало. Плюс ко всему, рейд вышел в один из самых крутых сезонов второго года, и общее настроение игроков только поспособствовало тёплому приёму рейда. Ну а история с Короной Скорби, именно как с Артефактом, продолжает своё развитие даже сейчас, в этом сезоне, год спустя. Так что я поставлю его чуточку выше, рядом с Левиафаном. Кстати да, раз он тоже своего рода рейд логова на Левиафане, почему бы и нет. Предпоследний рейд Сад Спасения. Вышел он вместе с дополнением Обитель Теней. Тогда с Destiny много чего произошло, и от волнения в сообществе много смотрелось под другим углом. Так что от рейда были завышенные ожидания, и знаете, он с ними вот почти справился. Рейд оказался не простым, не коротким, местами даже красивым, но награды вот например подвели. Шутки про то, что на рейд надо ходить только когда тебе не хватает пушки во второй слот, довольно правдивы и больно бьют. Ведь чтобы собрать сет из сада, тратилось больше времени, чем на любом другом рейде. Возвращение в черный сад было внезапным, и исследовать его тайны было интересно и новым игрокам, и тем, кто уничтожал сердце этого сада в первой части. Но все мелкие проблемы точно оставили отпечаток на впечатление от рейда, так что только бэтир. Хороший рейд, но не топовый. Ну и финальный рейд, который сейчас есть в игре. Склеп глубокого камня. Путешествие в еще одну сакральную локацию вселенной игры. Белоснежные лаборатории, новые механики с ролевыми бафами, полеты в открытый космос и разрушительное падение обратно на поверхность Европы. Настоящие американские горки. А момент с прыжками под колыбельную и голос Кловиса, это один момент чего стоит. Для сообщества рейд оказался с первого же дня лишь с одним существенным минусом. Сложность слишком низкая. Рекордное количество закрытий в первый день задело эго трайхардеров. А для других игроков простота механик стала фактором, из-за которого рейд многим быстро наскучил. Заставляло в него возвращаться лишь ультра редкая экзотическая ракетница, которая падала то с пятого раза, то со сто пятого. Что выводило игроков из себя. Ну и финальный босс Таникс. Опять старый знакомый, это тоже несколько мрачило впечатление. Так что я бы поставил его где-то между Б и С на самом деле. Но если кому-то это кажется нечестным, то так и быть. Пускай постоит рядом с садом спасения, а не с короной скорби. Вот и разобрались. 12 рейдов. Такой вот список. Пишите в комментариях согласны вы с чем или не согласны. Но не забывайте, что это лишь мои впечатления. А еще лучше предлагайте какие там еще листы мы бы могли так создать на канале. Налеты? Экзоты? Сезоны? Может быть персонажи? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. Удачи!